Музыка Передача «Что имеем, не храним» периодически совершает выезды на квартиры к знаковым людям Карелии. Сегодня о месте нашей республики в России рассуждает ученый, доктор наук, философ, коллекционер Юрий Владимирович Линник. Музыка Вы знаете, я бы сказал так, что русский север – это моя религия. Это очень точное и глубокое определение. Дело в том, что наша страна всегда испытывала, претерпевала разнообразные двоения. Ну, пожалуйста, старобряцы, православные. Боже мой, да меньшевики, меньшевики я не буду все эти бифургации перечислять. Но одну надо сейчас вспомнить. Это Москва и Новгород. Как сказал писатель Иван Евдокимов и прекрасный искусствовед, и автор книги «Северо-русском искусстве», он сказал, что есть две России. Вот Россия, которая полностью приняла на себя удар московского даризма, а вторая Россия – это русский север, который после падения Новгорода сохранил новгородский дух, дух вольности, дух общинности. И это ощущается в русском севере во многих его проявлениях, и в архитектуре, и в образе жизни, в обрядах. Я бы сказал так, вот Серебряный век он открыл русский север как объект поклонения, или как объект трансцендирования. То есть русский север – это китиш, русский север – это что-то сказочное. Если хотите, земной рай, вот уже в Новгороде Василий Калика, архиепископ Новгородский, говорил, что рай надо на земле искать на Белом море. Вот у меня такое отношение к северу, как к нашей сказке, как к нашему чуду. Это отношение мифологизированное, идеализированное, но оно опирается на традиции нашей культуры, и этим я занимаюсь. Все стороны я изучаю архитектуру русского севера, декоративное искусство, фольклор. У меня на дому имеется музей русского севера, у меня библиотека уникальная в плане ценных книг, посвященных русскому северу. Ну, все это как бы вот кто-то ищет небесный Иерусалим, и там находят удовлетворение, а я вот в русском севере, или на русском севере, чувствую себя как в раю. Вот так. Где-то, значит, Гюлингом была образована в 20-м, что ли, году Карельская трудовая коммуна. И вообще финизация Карелии, она до сих пор ощущается. То есть, вот вы говорите о русском севере, выделяя национальность, тем не менее, сегодня идешь по улицам, там везде названия магазинов, до сих пор содержится финский театр, который несет культуру, которую люди через слуховые аппараты пытаются постичь. Вы знаете, нет ли конфликта с вашей идеей и идеей национальной, которой живет сегодня Карелия? Карелия приняли православие, и это сразу наложило свою печать на их культуру. Вы сами понимаете, насколько различны Финляндия и Карелия. Правильно, да? Потому что Финляндия все-таки лютеранская страна, протестантская страна. Вот у меня книжка вышла недавно про выбор, я пытаюсь там об этом разобраться. Вот выбор веры много предопределяет в образе жизни. А Карелы сделали свой выбор. И поэтому они, будучи во многом с финами, не то чтобы так же действовать, но родственные, они ближе к русским. Это же ясно, понимаете? Финны ближе к русским? Карелы, православные Карелы. Вот такое влияние оказывает религия на менталитет народа. Вы сейчас в разговоре указали про два центра, Московская и Новгородская. Надо ли понимать, что вот ваша религия, вы с этого начали, Север. Да, ну своеобразная религия, конечно, религия поэта. Да, это Новгородская религия. Ну, у меня есть книжка, она называется «Русский север и Новгород великий». Вообще, я читаю трагедией падения Новгорода. Хотя, знаете, вот история вроде как не терпит сослагательного наклонения, а с другой стороны терпит. Вот мой учитель любящий, Александр Александрович, написал книжку «А если бы? А если бы Новгород взял верх, а не Москва? Что было бы с нами?» Вот Ильинник думает, что бы было, если бы Новгород в силе остался? Мы были бы стороной, которая сохранила бы свою национальную идентичность, но мы были бы стороной либеральной, свободной. Географически мы какой бы стороной? Такой же и были бы, да. Но был бы другой дух правления, была бы другая экономика, народ бы процветал, как процветает, скажем, средняя Европа, центральная Европа. Вы говорите уже о европейском народе. Это был бы европейский народ. Нет, мы были бы в Европу интегрированы так же, как интегрированы чехи. Правильно? Наши славянские братья, да, как интегрированы поляки. То есть вы хотите сказать, что когда пал Новгород, пала интеллигентность России? Ну, я бы так не сказал, пала, а пал дух свободы. Новгород это свобода, это республика, это вечевые, великие вечевые законы, это право каждого гражданина ударить в вечевой колокол. Тогда к вам вопрос такой. Зосима сначала предрек падение Новгорода, а потом Новгород пал. Не случилось ли так, что один святой Карел, но он тогда еще не был свят, да, вот, увидел пёсье головы среди тех, кто, ну так Балашов начинает свой роман, и потом Новгород пал. Не обладает ли Карельская земля такими святыми, которые просто путь России указывают? В Петрозаводске Фадей Петрозаводский тоже предсказал целый ряд вещей. Кстати, он предсказал финскую оккупацию, он сказал, что весь город будет нитками завешан, стальными. Ну, знаете, тут, конечно, много, скажем прямо, много неомифологии во всех этих представлениях. Вот, Фадеем я занимался специально, у меня даже есть венок сонетов, посвященный Фадею Петрозаводскому. Ну, конечно, пророческий дар у святых был и есть. Ну, смерть Петра уже предсказал. Да, смерть Петра, это очевидный факт. И мы знаем, как Петр иногда среагировал. Вот. Но я сказал бы другое здесь, вот то, что у нас было явление Святой Троицы Александру Сверскому. Да, которого нет, кстати, на памятке тысячелетия Руси. Вы знаете, это же событие грандиозное, и ведь, собственно говоря, Александр Сверский продолжает дело Сергея Радонежского. А Сергей Радонежский сказал, что задача России стать зеркалом Святой Троицы, жить нераздельно, нестоянно. Это великая формула, великая формула. Это и есть наша русская идея. И то, что вот здесь, в Карелии, произошло второе после Авраама явление Святой Троицы, это тоже пророчество. Это тоже. То есть вепсу. Да, вепсу, да, 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 да. Сначала Авраама, а потом вепсу. Да, причем, если Авраама Троица явилась очень так буднично, по-житейскому, то здесь она явилась огнезарно, она явилась в несказанном свете, потому что Александр Сверский был и сихоастом, безмолвником. То есть он знал, что такое умное делание, он знал, что такое Афон. То есть совсем уже другой уровень, понимаете. А на Соловках с Авватию ангелы приходили? То есть к Карелам являлись? Ну почему же, ну почему же нет, да, почему же нет. У нас, вообще, Карелы, возьмите, вот Кандаборская церковь-то, да, или то, что мы имеем в Геймрике, скажем, это же карельская архитектура, а не русская, это же лучшие шатры России. Но карелы их делали, понимаете. Это карельский стиль. Но вопрос изначально мой к вам был о том, что здесь живут такие люди, которые указывают направление России, в частности Зосима. Вот началось-то с этого у нас беседа. Ну, знаете, конечно, я бы сказал так, ведь всегда русский север болезненно реагировал на поползновение Москвы. Ну, вспомните, если взять Соловки, вот то же самое, что, вот ту трагедию, которая связана с подавлением советского восстания. Стояние, да? Вот когда монахи не приняли Никоновской реформы, это жуткая расправа, жуткая расправа, предсказывающая. Вот это тоже пророчество, пророчество о муках России. У меня есть книжка старобряческая, с графикой старобряческой. Там вот показано, как русский русского вешает вниз головой, как человека бросает в воду, и он туда вмерзает в нее. То есть истязания жуткие. Вот это тоже пророчество, понимаете? Это пророчество о 37-м годе, о советских лагерях особого назначения. Будущее всегда открывается нашим святым, тем более, что русский север – это северный хаваида. Это совершенно особая область, которая до сих пор вот как-то, ну, не оценена с той точки зрения, что здесь было огромное количество святых иссихастов. Что такое иссихасты? Это, значит, подвижники, которые напрямую выходили к Богу. И выводили вот оттуда, из вечности, сюда, на землю, нетварные энергии, свет несказанное. У нас очень много пророчеств оригинальных. У нас очень много пророчеств эсхатологических, связанных с концом света. Новгород в этом плане отличается. А Новгород – это наше ядро, понимаете, да? Второе ядро, потому что первое – это московское. Нет, 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 нет. Москва – это поздняя вещь. Киев, конечно, у нас первый, да? В общем-то, они почти шинхронны Киев. Москва – это вещь вторичная. Вторичная, понимаете, да. Вот, конечно, Москва – прекрасный город. И то, что Москва сделала для России, наверное, неплохо. Хотя цена-то страшная. И, в общем-то, мы видим, что московская линия, вот она сегодня торжествует. Правильно, да? Она доминирует. Но она, кажется, любому здравомыслящему человеку абсолютно беспроспективной. Понимаете? Это тупик. Вот мы зашли в тупик. Но мы как-то очень долго идем в этот тупик. Но если книга Дмитрия Голковского, она называется «бесконечный тупик». Бесконечный тупик, да. Поэтому я считаю, что возможна регенерация новгородского духа, новгородских традиций. Это не утопия, это вполне реально. Когда общество претерпевает кризис, оно стремится что-то взять из прошлого. И происходит вот такая своеобразная, не то чтобы реанимация, да, а именно воскрешение какого-то духа забытого. Ну, как он забытый, но он, понимаете, ничего не уничтожается, все сохранно. И этот новгородский дух, он здесь живет, он здесь витает. Понимаете, да? Земля намолена новгородскими святыми. И это работает. Работает невидимо, неизъяснимо, необъяснимо, недоказуемо, но работает. Я думаю, что мы через русский север выйдем на правильный путь. Россия будет, если не спасена, это может звучать так, слишком риторично, да, то, ну, будет она поправлена. Вот ее надо вылечить от жуткой московской болезни, от этой московской заразы, тоталитарной, авторитарной. Вот, если этого извлечения не произойдет, то нам просто каюка-то, очевидно, нас растаскают на куски, и все. Так что новгород – это великое дело. А север – это что? Вот мы сейчас где находимся? Мы находимся на Бонежской Петине. А что такое Бонежская Петина? Новгородские улицы продолжались туда, в разные концы, их было несколько петин. Вот мы на Бонежской Петине. Значит, мы новгородцы. У нас все права новгородские сохраняются. Мы можем приехать в Новгород и качать свои права. Мне очень нравится, когда мы возвращаемся, подойти к колоколу вечевому и ударить. Если есть повод, шалить тут нельзя. Понимаете? А это я не знаю, что там висит сейчас? Нет, его разбили. Это так, как подойди и ударить. Тогда это было возможно. Тогда, тогда, тогда. Это над колоколом мы другались. Вот, это страшно. Ну вот, считается, что вот эти осколки колокола, которые вот разбили москвичи, что вот их как-то использовали литейщики, и валдейские колокольщики как-то его наследовали от митевого колокола, свою сакральность и свою звонкость. То есть такая легенда. Есть ли у вас какое-нибудь к власти обращение? Потому что у них же инструменты-то находятся. У вас свои инструменты духовные, там, кафедра, с которой вы свои вещи говорите. А вот все-таки, как поправить-то вот Россию? Наш народ очень устал. Вот так, пресловутая стабильность, которая на самом деле является формой социального рака, понимаете, да? Временно людей устраивает. Вот. Но нет гражданской войны. Знаете, что? Это людей устраивает. Гражданской войны и зря пугает, это жупил. Просто нет никаких оснований для гражданской войны. Какая-то экспроприация, она грабленного, она не потребует революционного кровавого переворота. Это очень легко сделать без всяких революций. Вы понимаете, я все в дело. Вот наш народ пока отдыхает. Это релаксация временная. А с какого времени он начал отдыхать? С 91-го года начались всякие трудности. Но вот этот век, главное, отдыхать. То есть отдых начался с 91-го года? Нет, нет. Это 91-го года все-таки выход из Ерма, этого коммунистического. Это был выход из отдыха. Потом это были испытания. А потом вот когда началась эта стабилизация так называемая. Это вообще вещь, знаете, вы поймите, вот так легко на тему политически рассуждать. Я здесь очень осторожен. Вы понимаете? Потому что стоять у власти огромной страны, страны непонятной во многих отношениях, и как-то ее держать, понимаете, да? Вот поэтому я свое недовольство часто держу при себе. Я не считаю себя судьей. Хотя у меня много претензий есть к власти. Но у вас же есть суждения свои. Вы можете, у вас есть какой-то короткий ответ по поводу наших бед? Вот откуда нет? Я считаю, что наши беды произникают от того, что власти народ друг от друга отчуждены. Между ними пропасть. А может так и было всегда на этой земле? Вы понимаете, все-таки в какие-то хорошие периоды нашей истории была синергия народа и власти. А что это за хороший период? Выделите хотя бы парочку. Ну, я бы сказал так, что вот если взять период колонизации русского севера... Вы имеете в виду советский период? А нет, нет. Я беру вообще Россию в целом. Так, это позитив. Возьмите освоение Сибири. Это позитив. Так. Я считаю, что когда мы двинулись к морям... Подождите, вы имеете в виду 1600-е годы? Да, да, да. Я говорю широко. Вот. И выход к морям, выход... Но там же смута была в это время. Ну, что делать? Ну, так вы говорите об этом как о синергии... Нет, нет, нет. Ну, понимаете, я же говорю о каких-то отрезках, да? Так вы говорите не об отрезках. Вы говорите о неких акциях. Покорение Сибири – это акция. Акция, да, которая долго продолжалась. Пока мы дошли до Дальнего Востока, до Амура, вот. И экспансия в Среднюю Азию, она, мне кажется, очень позитивная. А вот ответ-то я у вас и не услышал такого времени российского. Вы просто говорите о деяниях российских, которые вам симпатичны. Ну, я бы сказал так, что какие-то светлые моменты в русской истории, их было мало. Очень мало было, да? Вот-вот. Они, ну, может быть, вот половинчатый реформ Александра Второго более-менее ничего, да? Павел Первый что-то начинал делать интересно. Подождите, это вы как позитивные фигуры выделяете Павла Первого, например? Да, я вижу его очень интересным человеком. Я много им занимался, и это был очень конструктивный. Ну, как историки пишут, что страна вздохнула после его смерти. Ерунда это, ерунда. Понимаете? Вздохнула. Вообще, когда сын убивает отца, это вообще кошмар. Это уже все. Но это не доказанный факт. Доказанный факт. Знаете, в чем дело? Вот у Павла Первого был такой обычай. Да, грубо говоря, у него на дворце висел почтовый ящик. Понимаете так? Ну, не такой, как у нас, но почтовый ящик. И тогда народ мог прийти, любой человек, и просить записочку. И Павел Первый читал. Понимаете? Какой почтовый ящик, если там ров воды был вокруг? Знаете что, ров воды, все равно у него был такой почтовый ящик. Ров воды появился не сразу. Это был в Павлу, не помню, где это было, но это было. Это известный факт. И вообще человек, который мыслил по-европейски, который вообще действовал в духе Петра Первого. Нет, эта фигура на многих отношениях интересная. И, собственно говоря, он сохранил русский север. Он очень многими ему обязан. Так, очень многими ему обязан. Одна из ваших парадоксальных мыслей, вот почитав ваши книги, это вы о Никоне, патриархе Никоне, говорите в таких величественных тонах. В то время, когда вот в народной мифологии этот человек осуждается. Вы знаете что, мифология-то двойственная. В России все амбивалентно, понимаете, в чем дело. Ну да, старобрядцы считают Никона антихристом. Это понятно. Вот. Но, на самом деле, здесь надо быть, ну, стараться быть беспристрастным. Хотя это очень трудно. Очень трудно в данной ситуации. Были определенные реформы проведены. Позитивные реформы. Что хотелось сделать Никон? Ну, вот этот перепад, который возник после изоляции, ликвидировать. То есть подтянуть Россию под Весендию. И только. И только, понимаете. Вот, конечно, я поймаю, там, двуперстия, троеперстия. Это символы, которые, ну, очень много значат для человека. Никто у нас не помнит, что Девят Слатоуст крестился вообще одним пальцем. У них было одноперстие вначале. Это символика, связанная с Троицей, с двумя природами в Христе, с Единой Божьим. Один, два, три. Эта реформология в любом случае интересная. И спор из этого. Понятно, что он имел место. Но это очень печально. Но это, с этим надо считаться. Вот, смотрите. Вот он подражал Византии. Он подражал вообще Востоку, Святому Востоку. Он Новый Иерусалим построил, как икону Святой Земли. Это же грандиозный был замысел. Вот. Возьмите, вот, пример подражания Византии. Самый позитивный факт русской истории. Какой самый? Вот я считаю, самый великий факт. Значит, он едет, еще будучи митрополитом Новогородским, он едет на Соловки для того, чтобы вывезти оттуда мощи Филиппа. Филиппа, который был задушен малютым Скуратовым. Вы помните эту страшную историю. Но едет ведь по велению Алексея Михайловича. Да, но это его инициатива. Это его инициатива. Алексей Михайлович до этого не мог додуматься никогда. Это он сам придумал. Он, значит, эти мощи перевозит из Соловков в Москву. В Москве 10 дней идет торжество. И самое главное, что Алексей Михайлович приносит покаяние, да, перед мощами Святого Филиппа. Конечно, есть какая-то генеологическая связь с Иваном Грозным. А в то время еще не Святого, да? Он канонизирован. А, конечно, оно канонизировано. Давно был канонизирован. Да, Никонам, что вы, конечно, нет. Вот это единственная русская история покаяния. Откуда эта идея пришла к Никону? Это повторение истории с Иоанном Златоустом. Вот Иоанн Златоуст попал в опалу. И он умер где-то тут у нас, недалеко от Черного моря. Вот. И, в общем-то, когда люди прозрели, они сказали, что надо покаяться перед Иоанном Златоустом. Поехали, значит, за его мощами. А гроб неподъемный. Еще не было покаяния. Но вот Базилец покаялся, и мощи из Иоанна Златоуста были перенесены в Константинополь. То есть это, понимаете, он рифмомал русские реалии с византийскими. Это очень красиво было. Это был поэт, великий поэт. Все, что он делал, это поэзия. А поэзия для России всегда... В Никоне. Да, в Никоне был великий поэт. Это же он рифмомал Россию и Византию. Вот так, созвучие. Это очень хорошее было дело. Юрий Владимирович, я объясню, почему эти имена вот так выдергивают. Потому что Никон, вы вот сейчас нам скажете, он подвязался монахом на Соловках. Затем, а Филипп Колычев, он просто был игуменом. Это вот все имена нашего русского севера. Конечно. Это те имена, которые у нас должны быть. Улицы должны быть нужны. Ну, знаете, что Никон вообще, почему я его так люблю, и у меня огромная биотека по Никону. Это Никон вообще, конечно, он мордвин. Ну, кстати говоря, это он финоугр. То есть финоугр. Он финоугр. Но самое главное, знаете, вот он был митрополитом новгородским. Он там так напитался новгородским духом. Вот так вот, в клень, понимаете. И он этот новгородский дух принес в Москву. Он Алексею Михайловича хотел сделать человеком. И какое-то время это получалось. Это вот эта симфония церкви и государства-то. Понимаете. Но Алексей Михайлович не вынес этого. Не хватило у него пороху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова